привет зритель сейчас тебя ждет хавчик на камеру буду я с тобой кушать кашку между нами между нами тепло доверие каши каша гречневая сушеной свеклой тыквой вы даете работу людям с особенностями развития фирма между нами находится в питере там работают инвалиды каши создают ручные работники с ментальными особенностями каши это встречи разговоры обучения бла-бла-бла команда между нами кошка к нам приперлась эту кашку можно заварить в пакетике что я сейчас с вами сделаю а можно высыпать в тарелочку но у меня тут три кашки я купила сет кашек если ты пас мэр еще зритель то ты может уже видел асмр там был обзор на их покупок свой берется зigen том числе вот этот сад кашек артикулу на эту кашку на зон либо нас это с этой кашкой вот с этими кашками я оставлю бонт в боксе так как я изначально эти каши угодила на войド Daris то также оставлю артикул наверное если в наличии допустили я смогу найти артикул именно нашего кваштор оставлю просто артикул на озона выбер defender на эту кашу а цель кноя9 сегодня ею на планове процесс то просто оставлю на сет я покупала сетом так вот способ приготовления встряхнуть упаковку и расплавить ее дно слушай зритель это прямо сомнерный мой бланк ой расправить ее дно я как-то так сделала что у меня прям совсем дно расправилось наверное наверное на это и рассчитано надо было глянуть на ю тубе может кто-то уже ел эти кашки на гайверу в общем стыкнуть распаковку расправить ее дно открытие по верхним насечком ты же знаешь зритель как я умею открывать по верхним насечком туда-сюда я не буду рисковать я могу открыть нормально а могу открыть непонятно поэтому я ее открою ножницами открыть по верхним насечком зарить кипятком полтора к одному тут у нас гречневая хлопья сушеная тыква сушеная свекла семена белого льна лук сушеный розовая соль черный перец чеснок сушеный хорошенько перемешать там кстати внутри белая разлагаемая ложка закрыть замком и подождать 8 минут а потом оторвать от нижней насечки для удобства и типа приятного аппетита я вижу эту ложку биоразлагаемую я как-то видела чай где ложка была в довесок биоразлагаемая но пока я думала этот чай уже купили уже зритель я же хотела это сфоткать я же хочу потом еще отдых на алик написать хотела сфоткать и вспомнила только сейчас я кстати тебе зритель уже два раза давала наводку на одну штуку но только не внимательно смотришь то ли тебе просто фиолетово но если ты смотрел меня внимательно то я могла бы выполнить твой какой-то запрос отозвеним пока попадаешься прячет причем запрос не очереди а вы же периодически там прости то сэмэр это еще что то то поговорить на камеру но увы ах вы как бы этого не совершили а потому уже поздно пить боржоми да да возможно вы заметили возможно нет у меня уже месяц новый телефон ножичка кошка не тряси мою руку она и без тебя трясется так ладно мы это зафигачили сейчас я вернусь тебе мой зритель кошка свали сейчас будут горячий чай заливаться сюда у меня тяжелый чайник телефон вырубить пока вот обзор на него тоже делала но пока не монтировала я подумала что будет лучше если делать обзор и я уже допустим месяц проведу этот телефон залить кипятком наверное это все таки больше подходит тем у кого лапы не дрожат после дтп как у меня допустим я надеюсь что то тут было в полтора раза я сейчас это закуткаю уж очень он мне нравится этот мой телефон так нам что надо было то еще перемешать перемешаем еще видела на зон чашку где 50 процентов пластика 50 процентов вообще по моему какой-то этой типа соломы ее нельзя мыть посудомойки но можно мыть под краном она тоже такая видимо биоразлагаемая в асмр но они же рассчитаны в основном ведь асмр на то что вы слушаете и расслабляетесь и засыпаетесь соответственно вся информация идет мимо вас я говорила что в принципе очень рада такой инициативе инициатива питерских каких-то людей это между нами приобщать к работе людей с ограниченными физическими либо иными возможностями потому что вот у нас есть я вообще за то чтобы в каждой области такая инициатива была и люди удела и как бы им тоже это нравится интересно если бы я была не я я бы наверное тоже такое ввязалась у меня есть мое хобби какие-то еще кучи всяких хобби у нас есть театр раньше он назывался театр книги изначально это был вообще библиотечный театр суриковские вечера и все кому интересно на архивах орхи есть мой диплом и там по моему культурная его часть как раз выложена вот про эту тему суриковские вечера я правда книжки не ни разу глаза не видела в руках не держала мне все время пообещали но как-то воз и ныне там их по моему ну на них я присутствовала их организовывала тогдашняя замдиректора она еще при моей маме была замдиректора библиотеки а потом каким-то образом это театр книги при библиотеке состоящий из библиотекарей перерос в театр книги в составе которого было где-то ну половина потом три четверти а потом по моему вообще сто процентов инвалиды я там свое время потусила но не очень я нашла общий язык с именно теми инвалидами ну так вот я к тому я считаю что это нормально когда есть возможность человеку с ограниченными физическими либо ментальными как у нас тут особенностями устроиться на подобную работу по сильную для них и при этом и как бы развиваться общаться ну и наверное они получают монетку раз тут написано вы даете работу людям с особенностями развития ну что вот наши люди местные с которыми мне все время приходилось общаться я даже ставила социокультурный эксперимент ну который ввела в режиме онлайн дневника на одной площадке но так что-то и не доделала как-то меня тогда переклинила после культурологии и оно как-то ну в общем как-то я не осилила до конца этот социокультурный эксперимент причем спинка такого же человека как и я только у нее эпилепсия с рождения у меня соответственно посттравматическая из-за дтп которая в свое время попала в пятнадцать лет ну суть в том что там люди вот когда они ныли что у них не хватает денег или там еще что-то на какие-то свои развлечения им предлагали минимальную какую-то посильную работу они отказывались там сразу находилась тысяча причин была есть у нас моей подругой другой знакомая общая я с ней познакомилась в этой театре книги она постоянно как бы удивлялась вот что-то где-то там работает как это что вы делаете как вы что ну мы говорили у даме старше может лет на семьи говорила что начнете месяц 40 ей около 50 ну может 47 как-то так она говорила что она никогда в своей жизни не работала очень не понимает ну зачем люди это делать но при этом лучше не хватает там денег и элементарно даже посидеть допустим детьми за монетку она отказывалась а здесь вот мне кажется то такое творческое отношение нормально вот смотрите это жизнь наших работников коля учится считать ира учится не расстраиваться когда что-то не выходит а вася просто годится своей работой мы учимся вместе с ребятами и радуемся поддержки критики советом любой помощи если вам вдруг что-то не понравилось пожалуйста напишите нам об этом команда между нами степло доверием кашами и благодарностью каша это сделано кстати 4 07 23 и у нее срок годности 12 месяцев также у них есть страничка не только вконтакте а я их нашла кстати потом вконтакте даже репостнула их запись вот насчет этой работы в инстаграм они есть фейсбук у них есть еще qr-код и видимо это через этот qr-код можно перейти на их стан mn каша . руб я тут говорю говорю но я не заметила сколько времени прошло сфоткаю ка я сейчас эту кашу в таком виде хочу тебе зритель сказать так получилось что я тут как-то это еще не ела ведь ничего даже чай не пила хотя заварила ну и вообще у меня сейчас ужас 15 часов 26 минут ну так получилось что в общем возможно я простуженная была немножко и тут пару дней как-то то мед со специями и молоком пью то просто ем мало будем надеяться что у нас прошло эти 8 минут и очень надеюсь что я не перелила этой каши сюда то ведь я могу ну смысл жидкости в эту кашу я наверное это перелив все таки в тарелку это удобно если вот действительно берешь с собой на работу или куда-то идешь вот ну тогда с собой надо брать термос если не на работу ну что надо тут правда помешать ну тогда нам реально нужны консистенции ну я переложу в тарелочку это пока закрою и поем уже с вами из тарелочки и поем уже с вами из тарелочки вот слушайте очень даже прилично я думала что один пакетик мне будет мало и придется еще что-то поесть так вот тут гречка с тыквой и свеклой прям можно наверно в вождь положить как-нибудь гречку будет ну уж ложечкой я этой поем раз она тут есть да я походу слегка переборщила с жидкостью но это я я могу так если кому интересно это техно техно камин 20 про что-то хрустит на зубах то ли тыква то ли кто-то еще горячевасто чайник она надо все-таки убрать мне кстати тут завалено в отдельном ролике было в маленьком микроролике колодец дракона которым я потом планирую запить эту кашку реально можно как-нибудь само это делать у меня правда тыква замороженная свекла у меня в морозилке ну в смысле не в морозилке может в морозилке есть обычная ну как бы свежая семена белого льна ну лен у меня бурый лук сушеный можно свежий использовать розовой соли нету но черный перец и чеснок чеснок тоже не сушеный обычный розовую соль можно заменить на обычную соль это не то что в Санкт-Петербурге сделано это в городе Пушкине сделано в городе Пушкино я так поняла что кое-кому что тут муркает хочется попробовать ну что давай иди сюда мы же очень любим пробовать то что что я с хозяином не дает в общем зрители саутячий более лучший глазомер относительно сколько воды надо без отдельного отмеревания его саутяна будет нужной консистенцией а так она даже по моему немножко похожа на борщик судя по всему хрустит пикапка но когда я варю супы они у меня по густоте получается примерно как эта каша и по сути тут даже можно заменить полноценный прием пищи либо обед сразу и первое и второе либо разделить на два раза и на ужин хватит тут вообще из сухого вот этого вещества 56 грамм масса готового продукта 150 грамм на одну порцию 152 калории так что если вы вдруг на диете то тоже покатит ну тут у нас потом будет гречка с лесными грибами с лесными грибами от 2 февраля что-то такое мне попалось свекла я подумала что это перчик но перчик то там был молотый свекла кстати да очень даже свекла очень классная задумка у ребят делать такие вот кашки там кстати у них еще есть смеси для печенья или кексиков по типу как печем дома или пудов когда магнитик допустим покупаете ну я иногда такие покупаю где можно нужно добавить допустим только яйцо или стакан воды или сливочное масло и воды но я увидела сначала каши потом когда уже заказала увидела что там еще такие смеси есть а это кускус с сушеными овощами 260 грамм в сухом виде то есть по сути его можно допустим заварить будет потом какой-нибудь емкости и разделить на два раза можно как-то поближе приблизить для тех кто смотрит свои маленьких ел я тут на день варенья хотела себе сделать салат с посолью но я тогда планировал что у меня будут две подруги и муж одной из них но получилось что одна подруга не смогла мы просто сидели и я делал другой салат я тут салат делаю чисто для себя у меня осталось аквафаба я думаю эту аквафабу смешать с сиропом который покупал тоже как-то на озон для всяких десертов но у меня что-то не зашел и так и стоит не знаю смогу ли я до него дотянуться так как он был липкий то он стоит вот в этом пакете планировала это сделать еще вчера но как-то у меня не получилось со временем просто сейчас чтобы вспомнить название этого сиропа инвертный сироп короче это я хочу соединить в общем инвертный сироп там не очень много осталось как раз вот на раз и такой вот взбить советским миксером марии и возможно мне будет белковый крем если каши идут вот такие пакетика то на озон ну еще на вайберсе тоже видела смесь для печенья по-моему приходит в баночках стеклянка банку стеклянку потом можно еще раз использовать не потому что мне понравилась вообще вот такая задумка питерская организация труда людей с ограниченными возможностями лук я знаю что там был лук но когда он не попадается кстати она в меру острая в меру соленая как бы не хочется ее не посолить не там что-то еще добавить может ты сюда пойдешь как бы сказала моя бабушка или мой дедушка бог пристанет мало станет вы же наверное помните как я вначале говорила о блин тут многое что-то не съем может быть сыграло то что я вообще сейчас ем первый раз дать что хочется да сейчас я возьму какую чашку даже кошки это нравится колодец дракона может ты уйдешь с кадра конечно не обязательно столько заварки пухать можно и поменьше делать по сути колодец дракона он вариант с энти японской я с ним познакомилась в двенадцатом году в магазине в центре китайского долголетия в Ярославле летом в том самом центре китайского долголетия где 6,5 тысяч тогда оставила на чай даже по тем временам это было дофига а к чаю у меня есть вкусняшки опять же спасибо Наташе в халате от которой я сижу наверное надо отдалить меня теперь тут у меня фундук, лесной орех, грецкий орех и кешью в шоколаде не факт что остался фун... а нет вот грецкий орех остался вот это скорее всего миндаль потому что продолговатый кешью и лесной орех я поделилась с подружкой с тетей с бабушкой с кем то еще плюс у меня люди когда бывали в гостях с этим пили чай с этим пили чай у меня еще есть ну и тут немного есть раха с укума все прям тут эту лазочку мне кажется год назад на 8 марте или на 9 марте но в год я уж не помню все это удалили конкретнее так вот это чай вполне можно пить без конфет лундин я артикул на него тоже оставлю на табуке может кому то просто интересно была такая зрительница Маша Пенек у нее по моему ник потом сменился я не помню какой стал на 18 году я по ее приглашению ездила к ней в Подмосковье и мы с ней ездили кажется в колонну на экскурсию в музей пастилы ну и я там покупала чай себе туда и соответственно мы в кафе с ней там сидели тоже заказывали этот чай колоть дракона ну и его как бы заливаете в несколько градусов водой как бы скипел и подождать немножко когда температура стоит 90 либо 95 градусов и буквально несколько секунд 30 подождете и можно уже наливать прям в принципе как заварку если чуть дольше он постоит то он может горчить уже немножко ну так вот насчет того что как я про него знала я пришла в этот центр китайского долголетия где был включительно всякий китайский чай и странно наверное вот я сейчас только подумала спрашивает было в магазине если у вас сэнти изначально японский чай ну мне сказали что сэнти нет но есть колоть дракона по опыту и подобию он похож и вот он действительно по обработке листа вот по виду он похож на сэнти и то что называют китайской сэнти это на самом деле третисортный колодец дракона либо паучий лак тоже третисортный пересушенный какие-то представляет хранившиеся хранившиеся непонятно где есть чай пуэр который хорошо если он хранился долго то это круто а есть допустим колы из дракона который пересушили подлежали на открытом воздухе ну на свете не знаю хранили в каких-нибудь пакетиках прозрачных или вообще непонятно где он теряет в свете соответственно теряет вкуса ну и немножко в свете заварки у меня такая ситуация была с тайпин полное имя не буду произносить что-то не подумать что я ругаюсь я покупала он был как бы типа свежий все такое мне коснуло бы храниться ну и димон свежий был только на словах потому что хоть он не лежал у меня в чем у меня мне это прохладно где чей в большинстве сейчас лежат ну и для того что у него был пакет наполовину прозрачный он изначально где-то там на зоновском складе тоже валялся не знаю в каких условиях через пару месяцев эти изумрудные листочки поселили ну так серо-зеленый поблегки поблегки и по вкусу он уже отдавал какой-то жуткой травой по виду заварки он вообще отличался ну и по самой заварке сухой тоже уже выглядел со всеми том точно так же с маткой бывает мне друг из Японии присылал ну последняя посылка дошла очень долго и она пришла в общем где-то за две недели до срока годности той маки которая была вообще просто из обычного японского магазина даже не было ну и она через какое-то время так начала бледнеть что отразилось еще и на вкусе вообще люди если вы меня вдруг опередили уже с этим знакомым поделитесь в комментариях что именно вы пробовали у них ну и вообще как вам по вкусу по качеству ваше мнение я же могу пить чай бесконечно а акцент это видео был на том что я ем вот эту кашку а потому закругляюсь хотя выпьет тут только пол чашки еще если хотите поддержать канал где-то на фоне окна вот облачко типа поддержи лёльку если хотите поддержать иначе можете поставить пальчик вверху подписаться на канал если еще не подписались подписаться на мою инсту и что-нибудь там пролайкать я тоже туда иногда скидываю маленькие видео ну и всякие посты в телеграм теперь открытый блог можно его комментировать если у вас есть аккаунт телеграм иногда я стала писать в контакте на своей странице его фарер ну и как бы это если что-то я давно обещала но никак не выполню можете напомнить в комментариях я постараюсь это не забыть и выполнить и надеюсь вы поели всем пока